С первого класса я занимался прыжковыми лыжами. После прыжковых лыж меня больше стало тянуть к беговым. То есть я, можно сказать, больше своего времени я посвятил беговым лыжам. И до седьмого класса я занимался беговыми лыжами. Ну, первый мой тренер, это Наталья Магафуровна была по беговым лыжам. Первые мои два соревнования я занял второе место. То есть в первых соревнованиях своих я занял второе место и в последующих соревнованиях второе место. После этого я был всегда первый. В восьмом классе друзья мне рассказали, что есть тренажерка такая. Я решил туда сойти, мне понравилось. И после этого я тренажерку не бросаю. Мой первый тренер, Редькин Сергей Алексеевич, он меня заложил в базу. Он всегда нас и хорошо настраивал перед соревновательными подходами. Всегда мотивировал нас тем, что мы никогда не думали о соперниках. Всегда думали, чтобы победить себя. И на каждом своих соревнованиях, благодаря его мотивационным речам, можно так сказать, его настрою, какой он меня закладывал на строй, я всегда побеждал. В декабре 2017 года у меня произошло знаменательное событие. Я закончил Холмское мореходное училище. Закончил техником-судоводителем. Ко мне никогда не подходили ни с какими, ни с конфликтными ситуациями. То есть всегда с уважением относились, здоровались всегда. Что младший курс, что старший курс. Но вообще мечтаю попасть в воздушно-десантные войска. У меня мечта была прыгнуть с парашюта, хотя бы один раз прыгнуть с парашюта. И ВДВ – это тот шанс, который мне может предоставить. Сказали, можно тебе поступить в ВДВ, но лучше тебе будет пойти по морям. В морское. Продолжаю спортом, ежедневно я занимаюсь спортом. Закаляю свой характер, саморазвитие. Каждый день я закаляю свой характер. Чтобы в будущем это когда-нибудь выстрелило. Продолжение следует...